Вот здесь, на улицах Ушакова и Держинского, сами дома могут служить открытым приложением и иллюстрацией к истории становления советского атомного проекта. Еще в 1960 году замечательные стихи написал сотрудник ВНИЕВ, лауреат государственной премии Будемир Припоров. Они стали буквально гимном нашей малой родине, да и название было соответствующее – «Песня о нашем городе». И там есть такие слова. В цехах, в институтах, в квартирах, работая ночью и днем, он многое сделал для мира, а мир и не знает о нем. И я не устану повторять, что город или улица – это прежде всего люди. Здесь, на стенах практически каждого дома, можно устанавливать памятные доски, посвященные выдающимся людям, которые в них жили. И тогда получился бы этакий познавательный мемориал. Например, в доме номер 11 по улице Держинского почти 45 лет с 1965 по 2009 годы жил ученый-физик, соратник академика Сахарова, один из авторов сверхмощной водородной бомбы, герой социалистического труда, лауреат Ленинской государственной премии, член-корреспондент Российской академии наук Гончаров Герман Арсеньевич. Но что меня неприятно удивляет и даже расстраивает, так это то, что, пожалуй, 90% наших горожан ничего о нем не слышали. Пусть весь мир до поры до времени не знал о нашем городе, как сказано в стихах поэта, но вот то, что мы не знаем своих героев, это неправильно. И не каких-то далеких или придуманных, а ближних и реальных наших земляков. И этот материал призван напомнить, прежде всего, молодым людям, и не только нашего города, но если хотите, всего мира, что сейчас они живут благодаря тем, кто вот здесь жил и работал задолго до них. Герман Гончаров родился 8 июля 1928 года в Твери. В 1946 году окончил школу золотой медалью и без вступительных экзаменов поступил в Московский государственный университет имени Ломоносова на механико-математический факультет. Но как раз в то время потребовалось большое количество дипломированных специалистов для развивающейся атомной промышленности СССР. Поэтому в вузах страны начали создаваться специальные факультеты. Таковой был образован и в МГУ, и Гончаров стал студентом отделения строения вещества. А после окончания университета в июне 1952 года он приступает к работе в конструкторском бюро номер 11. Вы знаете, такое название раньше носил наш ядерный центр. Сначала в должности старшего лаборанта, а уже через два месяца в должности инженера. Проявив склонность к теоретическим исследованиям, в том же году откомандирован в теоретический отдел первого сектора, которым руководил Андрей Дмитриевич Сахаров. Здесь основной задачей была разработка первой отечественной термоядерной бомбы. Ее испытание состоялось 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне. И с тех пор физика ядерного и термоядерного оружия на долгие годы определила научные интересы Германа Арсеньевича. А в 1954-1955 годах в КБ-11 был разработан принципиально новый термоядерный заряд РДС-37. Герман Арсеньевич Гончаров был в числе непосредственных участников выбор конструкций. Расчетно-теоретического обоснования испытания этого заряда, который в те годы явился ключевым моментом ядерно-оружейной программы нашей страны. За участие в этих работах он в 1956 году, в 28 лет, получил свою первую государственную награду – Орден Трудового Красного Знамени. В начале 1959 года он предложил оригинальное техническое решение, признанное в дальнейшем изобретением, которое стало неотъемлемым элементом всех подобных зарядов. А в октябре 1961 года Советский Союз испытал знаменитую Кузькину мать. Сверхмощный термоядерный заряд с тротиловым эквивалентом в 50 миллионов тонн. Но мало кто знает, что опять-таки соавтором принципиальной физической схемы являлся именно Гончаров. За выдающееся достижение этого периода ему в 1962 году была присуждена Ленинская премия. А в 1964 году он становится кандидатом физико-математических наук. В дальнейшем переход на подземные испытания потребовал разработки новых методов определения мощности зарядов. И здесь, в 1966 году, был реализован оригинальный метод измерения этой мощности, идея которой была выдвинута Германом Арсеньевичем еще за три года до этого. В итоге, прошедшие проверку термоядерные заряды во многом определили облик стратегических вооружений СССР, сухопутного и морского базирования. За эти труды в 1971 году Гончарову, тогда уже начальнику отдела теоретического отделения института, было присвоено звание Героя социалистического труда. В 1973 году ему присуждается учетная степень доктора физико-математических наук. Перечень научных трудов Германа Арсеньевича включает 550 научных отчетов, свыше 30 статей и 10 свидетельств на изобретение. И следует подчеркнуть самое главное. Он внес выдающийся вклад в создание ядерного щита нашего Отечества, поскольку термоядерные заряды, создания которых навечно связаны с именем Гончарова, до сих пор играют важнейшую роль в оборонном потенциале страны. Ушел он из жизни 7 сентября 2009 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище столицы. А в заключение я все-таки не удержусь от некого лирического отступления. Мне не довелось лично знать Германа Арсеньевича. Сведения о нем я черпал из открытых источников. Но скажу прямо, до чего же они казенные и недопустимо скупы, эти источники. Высокая научная эрудиция, инициативность, настойчивость. Хотя следует сказать спасибо их составителям, что нашли, сохранили и опубликовали эти сведения. Но скажите мне, как нынешняя подрастающая молодежь, читая вот такие скучные строки, вот таких характеристик, воспримет весь грандиозный масштаб личностей наших героев, первопроходцев советского атомного проекта, чтобы впоследствии брать с них пример. Как? А ведь живые истории и популярные рассказы о них молодежь должна сначала прочувствовать, а потом осмыслить. Сначала сердцем, а потом разумом. И вообще. Преподнесение героической истории через призму человеческой жизни хромает у нас по всей стране. Вон в Америке все наоборот. Актеры, играющие на экране героев, ассоциируются в глазах общества как герой. И его выбирают губернатором или даже президентом. Достаточно назвать Шварценеггера и Рейгана. У нас настоящие герои зачастую не только забываются, но еще и очерняются. Это нужно срочно исправлять. В масштабе города, по моему личному и субъективному мнению, минимум, что нужно было бы сделать, так это установить памятные доски на тех домах, где жили или останавливались выдающиеся люди, и проводить там экскурсии. И сейчас, и в рамках будущего туристического кластера, только рассказывая о героях нормальным человеческим языком. А устанавливать есть где, есть кому, и рассказывать есть о ком. Курчатов, Ванников, Славский, Зельдович, Духов, Зернов, Гончаров, Леров, Бабаев, Романов, Щелкин, Павловский, Цукерман, Шелатонь, Фишман, Прялов и десятки других знаковых людей. Людей, благодаря которым мы ныне довольно неплохо живем, но я не призывал бы делать что-то наподобие надгробных мемориалов. Я бы призвал делать видимую, осязаемую и, главное, животворящую память, жизнеутверждающую и светлую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова